Текстильный букет расцвел в столице. Усю творчую простору Национального центра сучасных мастатствов запомнили габелены, тканы, полотны, абстракции и картины, выполненные у ласкутной техницы. Искусство текстиля одной из самых древних. Уже с древних времен, как только начала появляться сама нить, с которой наши мастерицы, женщины делали домотканную ткань, из ткани они делали произведения, которые в первую очередь служили бытовым функциям, начиная от ковриков, украшения одежды и так далее. А сейчас, в наше время, эта техника, это увлечение превратилось уже в искусство. Экспозиция выставы разностаянная и шматплановая. И по техниках, и по материалах, и по сюжетно-философским контексте. Российский стыд тут представлены у работах ведомой мастачки Натальи Косенковской. Здесь представлена выставка «Славянские традиции». Можно видеть, как работает мастер в этой технике. Вот здесь кромочки, маленькие такие детали, которые собраны в единое полотно. И вот действительно остатки сладкие. Такая очень красивая мозаика. Благодаря таким авторам сохраняется свое собственное лицо. И Россию в этом плане, ну, наверное, трудно сейчас спутать с какой-то другой страной. Богатим колеру тканой фактуры вылучаются работы казахских мастеров, которые в першине с распадом СССР, проставлены в интернациональном проекте. С белорусского боку у выставы приняли удел переможцы и призеры 4-го белорусского триенали декоративно-прикладного мастерства. А так само коллективные проекты Минского клуба ласкутного шиття «Волошки». В этом пространстве представлен проект клуба «Волошки» под общим названием «Пояса вдохновения и мечта». Проект вообще создавался по мотивам слудских поясов. В проект входят костюмы стилизованные и текстильные пану. Особная экспозиция – узоры Витебской школы. Я не адлюстровуюсь новаторства и перспективы развития сучасного белорусского текстильного мастерства. Субтитры создавал DimaTorzok